Кирилл, ну что, самая главная тема, конечно, сейчас вокруг вас – это предстоящий бой с Фабио Мальдонадо уже 1 июля. Как вы считаете, на ваш взгляд, этот бой, по крайней мере, по афише, будет самым громким в вашей карьере? Наверное, нет. Все-таки, я не знаю, полбунтелла, думаю, это погромче было, когда я дрался еще совсем юнцом. Поэтому не совсем, я думаю, нет. Что касается самого Фабио Мальдонадо, я уверен, что самая яркая его страница в его карьере, в его биографии – это Федор Емельяненко, бой с Федором Емельяненко, который он проиграл. Вы наверняка с Федором уже обсуждали этот поединок. Может быть, Федор поделился какими-то фишечками, которые вам помогут, какие-то секреты рассказал? Ну да, были некоторые советы с его стороны. То, что он сказал, в первом раунде он немножко опасный. Если бой продлится более одного раунда, то есть первый раунд такой самый опасный, где Мальдонада может попасть, может ударить. И вот первый раунд немножко надо опасаться. Поаккуратнее работать, поаккуратнее где-то постараться перевести. То есть немножко вести аккуратный бой. А после первого раунда он уже немножко становится более медленный, подуставший. То есть главное – пережить первый раунд. Это может быть связано как-то с его возрастом? Все-таки человеку сейчас 42 года. Да я не думаю, знаете, все-таки. 42 года. Федору 45 и последний бой показал, что это еще не показатели возрастные. Поэтому совсем ссылаться на возраст я бы не стал. Я сейчас не хочу показаться как-то бестактным, но такого чувства, что вы выходите там бить дедушку, у вас нет. Все-таки у вас разница 9 лет. Нет. Ну, почему 9? Все равно 8. 8, да. Ну, нет. Знаете, он осознан, понимаете, мы все-таки профессионалы, спортсмены. Мы понимаем, куда мы идем. Не я выбирал соперника. То есть мне сказали, он согласился, он сам. И сказали, нет, знаете, у него все-таки список послужной бойцовский очень хороший. Если сказать, что это совсем ветеран, то я не могу это сказать. Посмотрите, он, тот же Гловер Тешера, который сейчас только был недавно чемпионом, он прошел всех молодых. И хотя, ну, чуть-чуть помладше, чем Мальдонадо. Поэтому, сказали, что совсем он старик, я не посмеюсь. А как вы вообще узнали о бое с Фабио Мальдонадо? Какая первая реакция была? Ну, мне это еще давно предложили. Я говорю, конечно, мне интересно этот бой все-таки в России подраться пока. За рубежом были некоторые проблемы, чтобы выступить. И чтобы совсем большого простоя не было. Вы говорили на пресс-конференции перед турниром ULFC, что постараетесь подраться с Фабио в стойке. Мы понимаем, что Фабио в стойке наиболее опасен. Нет ли у вас такого опасения, что вот этот опытнейший боец из Бразилии может какой-то там лаки-панч достать или на своем опыте как-то сыграть? В общем, развалить ваш геймплан, может быть, у вас что-то не получится. Ну, я же сказал, что есть план, но я не сказал, что это точный план, понимаете? Что я буду именно им придерживаться, понимаете? Я еще раз говорю, первый раунд очень опасный. Я буду стараться для себя сделать его более безопасным. Поэтому как он пойдет, может быть, я сразу включусь в работу и пойму, что я доминирую полностью в стойке и не буду тогда там каких-то делать, ну, перевести бой в бартер. Поэтому говорю, все будет зависеть от начала боя, как я буду себя чувствовать. Если я где-то чувствую, что все хорошо. А лаки-панч, знаете, это такая вещь, которая и в первом, втором, третьем раунде они всегда есть, будут, то есть и в любой момент могут прилететь. То есть это лаки-панч он называется. Удар на счастье, наверное, знаете. Кирилл, на сколько процентов вы прямо сейчас готовы в данный момент? Я считаю, что я очень хороший провел сбор. Очень, знаете, на самом деле я был еще первый турнир, когда мне говорили, 12 июня. Потом 20 какого-то июня. Потом перелесли на 1 июля. Понимаете, я в каждой дате готовился. И сейчас я нахожусь в 100% форме. Я уверен, чувствую себе силу. И я готов на все 100%. С вашего позволения немножко поговорим о том, что вас окружает. Конечно, не могу обойти стороной ваше такое доброе прозвище, да, Бэйби Федор, вас так по-доброму прозвали. Расскажите вообще, как вы с Федором и Миленко познакомились, и почему оказались его спарринг-партнером? Это, знаете, это было еще совсем в далеком юности, когда мне было, наверное, лет 16-15. Я как раз тогда перешел из дзюдо в самбо, начали немножко увлекаться боевым самбо. И у нас был один тренер, Ворон Владимир Михайлович, царство небесное ему. И вот он просто как-то, Федор тогда уже начал тоже высыпать со старого оскола, начал работать с этими тренерами, с Александром Васильевичем, с Владимиром Михайловичем. И просто, ну, предложили, была возможность поехать на сборы в Кисловодск. Я поехал, не отказался. И вот с тех пор меня всегда брали. То есть, ну, наверное, что-то увидели во мне, что заинтересовало тренеров. И с тех пор я с Федором тренировался, готовился и с другими спортсменами из России. В то время-то я Марсулов, я не раз рассказывал, и Роман Зинцов, и Александр Емельяньков что-то тренировался с Федором. То есть, вместе тренировались. И я рад, что по сей день мы с Федором до сих пор вместе. Расскажите вообще, как ребята попадают в Федор Тим. А Федор Тим сейчас уже все узнали, в том числе благодаря вам, благодаря Федору и ребятам из Пеллатор, которые отлично бьются. Вот как это происходит? Может, какое-то собеседование лично Федор проводит? Нет. Ну, тут, скорее всего, просто... Ну, у нас была как бы команда вот в Старом Осколе. Федор тогда пришел, когда возвращался в Японию и сказал, типа, вот, ребята, я хочу выступать. Есть такая мысль, как бы, создать свою команду. Вы за? Мы сказали, конечно, за. А дальше уже Федор выбирает. То есть, есть ребята там молодые, он ездит на соревнования, где-то присматривается перспективных, интересных бойцов. И вот, нет-нет, он говорит, вот есть то-то, вот есть то-то. Как вы считаете? Как вы смотрите? То есть, всегда советуется какого-то вопроса, ну, спрашивают наше мнение. И мы говорим, как есть. Как Федор Владимирович вообще все успевает? Он же сейчас действующий боец. Он тренер, да, в том числе и ваш. И с недавнего времени он занимает постпрезидент Союза ММА России. Ну, это, наверное, тяжелый нож. Для любого, не только для него. Ну, знаете, вообще вести такую уже, как сказать, политическую какую-то деятельность, это сложно на самом деле и для спорта. И если Федор будет получаться и так, и так, то это требует колоссальных нагрузок, колоссальных растрат сил. Ему хочется только пожелать удачи в его снова начинаниях и пожелать только терпения и сказать, держись. Это сложно на самом деле. Вы, кстати, не разговаривали с ним о назначении. Он же тоже говорил, первые слова его после назначения было, там, это будет тяжело. Ну, как бы мы и не общались, но я это прекрасно понимал, что действительно это будет... И он это понимает, и как бы все, кто рядом с этим спортом находится, кто знает его немножко изнутри, все прекрасно понимают, что это тяжелая ножка, которую он на себя нагрузил. Ваше мнение, он сможет любительский ММА поднять на принципиально новый уровень, может быть, как-то в массы его привнести. Подходит ли... Ну, смотрите. Мое мнение, что он уже его, понимаете, он как прародитель его, про отец, наверное, этого вида спорта, в плане того, что как вида спорта, я имею в виду не так, просто бои без правил, потому что он один из начинаний, как зародителей этого, то есть, когда в 2010 году, когда он только зарождался, в 2012, он был у истоков, и по сей день, то есть, он его хорошо дал ему, так сказать, темп, на котором он идет в последний день. Я думаю, Федор не остановит этот темп, он только ускорит, если... Я думаю, Федор, понимаете, мысли правильные, правильная подача, то есть, у него есть и какой-то и ресурс, в плане там, как в спорт вывести, то есть, у него правильные мысли, поэтому, я думаю, все хорошо. Ну, главный вопрос, который сейчас вокруг Федора Владимировича летает, это с кем, когда у него будет последний бой в его карьере? Может быть, он с вами же делился? Или вы карты не раскрыли? Честно, я даже не знаю, потому что, как бы, таких разговоров не было. Может, где-то он разговаривал со Скоттом, но он так вот на... публично еще они-то не выставляли, и мы, честно, пока не знаем. То есть, насколько я понимаю, то есть, он скоро там полетит в Америку, там в июле, и будет, наверное, какое-то общение с Скоттом Кокером, где, наверное, что-то уже прояснится. И как раз, я думаю, после там июля, в августе уже обозначат и даты, и имя, и что-то будет уже понятное. Ну, это мое мнение. Как на самом деле будет, я не знаю. А вот вам, может быть, как болельщику, как близкому к Федору человеку, какой бой был бы интересен посмотреть? Федора Емельяненко с... Блин, я даже не знаю. Знаете, я бы хотел, вот честно сказать, наверное, с кем было бы попроще все-таки переживаешь за него, как за очень близкого, поэтому я бы, ну, там, ну, не знаю, мое мнение, это Олег Яковлевич Орган, мое сугубо мнение, просто не хочется сидеть на нервяках, если сейчас на какого-нибудь там, я образно говорю, дадут там серьезного бойца из там и стоп-10, там, или еще с кого-то, понимаете, сидеть, переживать за него. Чем боится проще, тем меньше переживаний. Поэтому я не знаю, это сложный вопрос. Тогда, наверное, вопрос попроще. С кем вам сложнее спарринговать? С Федором или Валентином Молдаскиным? Да, они, знаете, они немножко разные у них техники. Федор очень непредсказуемый, то есть он, у него осталась эта чуйка дистанции, взрыв, то есть от Федора не ожидаешь, то есть ты работаешь, 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 и он взрывается, ну, как это видно и по последним боям, то есть у него взрыв молоненосный, на который он хорошо попадает. Валентин немножко по, как сказать, по затяжнее, но он физически где-то может сейчас посильнее, он такой покрепче, побольше. Ну, совсем не сложно, на самом деле. они, говорю, они совершенно два раза бойца и с обоими есть определенные неудобства работать. Что Валентин говорил, что Валентин говорил после своего поединка с Райаном Байдером? Вообще, как-то обсуждали? Обсуждали, но, видите, здесь немножко сказалось, Валя немножко перетренировался, здесь еще такой бывает процесс, и он сказал, что, то есть мы его когда-то, на тренировках, Валя успокойся, там, хорош, ты перед, прекрати, а он, знаете, из тех людей, которые больше, дальше, сильнее надо, и он думал, что это будет лучше. И он поехал немножко, организм был перетренированный и полностью не восстановился. Плюс там немножко, в Америке, пока находился, подзаболел, то есть сыграл еще и это ключевую роль, что он с ковидом все-таки приехал, у него был ковид, и это тоже сыграло колоссальную роль. Поэтому, если будет когда-нибудь у Валентина как бы рематч с Бейдером, то, я думаю, Валя уже более осознанно подойдет к этому бою, складнокровный, то есть где-то себя будет придерживать. Не хочется проводить такие параллели, но, тем не менее, напрашивать самим себя бой. Валентин Молдавский и Вадим Немков не очень здорово провели свои последние поединки, да? Это случайность или какие-то системные ошибки? Может быть, Немков тоже? Ну, вот, понимаете, вот как раз произошло и Вадим, и Валентина та же самая проблема. И Вадим перетренировался, то есть последние тренировки мы это все прекрасно понимали. То есть, когда мы говорили, Вадя, тормознись, хорош, то есть вот уже надо немножко себя поберечь, а он вот тоже пер, то есть, знаете, все-таки чемпионский бой, и ты настраиваешься на пять раундов, и тренировки немножко по-другому выстраиваются, это не три, а пять. И поэтому здесь надо чувствовать вот эту грань, где надо остановиться и сказать, сегодня хватит, и все. А они немножко перепахивали. И Вадим тоже вышел очень уставший, мы это видели, понимали, то есть последние спарринги уже были когда в Старомосколе, мы первый раз понимали, что что-то с Вадимом не то, то есть вот он не в своей тарелке, не так, как всегда он готов. И мы где-то, знаете, не хотелось это говорить, но подсознательно мы каждый понимал, что не совсем тот Вадик. При этом есть Анатолий Токов, который побеждает, но тут у него другая несправедливость, да, не дают титульный бой. Что вообще вокруг Токова происходит, почему он до сих пор не получил хотя бы шанс? Я вот в эти, знаете, какие-то там такие Анатолия политику я не лезу, потому что это лучше у него спросить. Он там в последнем периоде что-то высказался по этому поводу, ну, иначе у него такая есть информация. Я не обладаю этой информацией, почему. На самом деле он давно, мое мнение, претендент, у него там пять побед в Беллатории, то есть он очень близко к чемпиону, ему надо давать. И мне самому этот вопрос интересен, почему он еще даже там не завокатный, а какой-то там приближенный к титулу не дают еще боев. Я не могу об этом сказать, почему. Но мое мнение, он уже давно должен был подраться за пояс. А что сейчас с вашим контрактом с Беллатор, и что с Визой самое главное? Ну, с Визой немножко, вы сами понимаете, политические моменты, какие у нас в стране, а с Визой еще проблематичнее стало, чем раньше. Но контракт существует, все хорошо, если сейчас все пройдет удачно, то без травм, то есть будет тоже в ближайшее время может быть анонсирован еще бой, который, ну, будет отталкиваться от состояния нынешнего проведенного боя, и как я останусь в какой форме. То есть травма, не травма, это тоже многое сказывается. Сейчас ваш следующий бой, когда, с кем? Ну, вот, смолен, надо у меня. После этого боя уже будет понятно. То есть еще пока не знаете, я имею в виду про Беллатор, конечно. Не, ну, и какие-то конкретики нет, но какие-то относительно даты, высказания там есть, но я пока это не буду раскрывать, потому что это все еще вилами по воде, это еще не точно, поэтому не смысла говорить того, чего еще может не быть. Да, окей. А как сейчас в промоушене реагируют на россиян, на российских бойцов? Как в UFC все очень спокойно или есть какие-то внутренние сборы, скажем так? Нет, 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 я думаю, Беллатор тоже очень адекватные люди, то есть мы видим даже по завтрашнему карту, или когда там послезавтра будет карта с утра, то есть там большое количество дерутся российских бойцов, также и наши ребята все ездят, и проблем именно с боями у Беллатора нету, как бы они лояльно относятся к России, они понимают, что спорт это вне политики, как и должно быть везде, то есть политика это политика, там какие-то политические моменты, а спортсмены не должны это страдать, плюс российских бойцов все-таки где-то любят, они великают, и им интересно, чтобы российские бойцы все-таки выступали. В таком случае мы можем увидеть Кирилла Сидельникова с титулом чемпиона, это невозможно. Давайте не будем так громко говорить. Действительно, мы понимаем, что сейчас все быстро меняется, в том числе и на Западе, не могу не задать этот вопрос, вы морально готовы, что вот завтра вам придет письмо, сообщение, звонок, что вы больше не в Беллатере, и нужно где-то искать следующее место работы, место заработка, скорее всего в России? Да, наверное, морально готов, почему нет, есть организации, где можно подраться, да, помимо Беллатора, можно и за рубежом найти, понимаете, необязательно, что на Беллаторе клин, клином не сошелся, ну, конечно, это будет очень обидно, потому что мне нравится там выступать, там вся моя команда, там хорошие для нас условия, конечно, было бы обидно, но может где-то это было внутри перебороть себя и искать что-то дальше. А в России сейчас можно проводить хорошие большие бои и, главное, зарабатывать большие деньги? Ну, знаете, сейчас модно в России проводить боксерские поединки фриков, понимаете, сейчас, парадокс наших единоборств в России доходит до моральных каких-то нюансов, то есть хорошие бои, которые проводят, их меньше анонсируют, транслируют, чем всякие фрик-бои или там сейчас бокс стал очень сильно популярен у нас в России, в котором ребята там боксируют, знаете, не профессионалы, с профессионалами или еще что-то. Я не знаю это фрик-то, да, они оба спортсмены, но все-таки это мое мнение, что когда ты выходишь против конкретного профессионала боксером, это, ну, ты сам понимаешь, что ты выходишь на низком проценте победы, то есть я просто имею там образно тот же Вагаб Вагабов с Кудряшовым, да, бой. Они оба спортсмены, они Вагаб Вагабов 100 чемпионов в организации, а Кудряшов, извините, это всю жизнь профессиональный боксер. Это как, знаете, как сейчас бойцу выйти там против легкотлета и пробежать то быстрее 100 метровку. Это другая, другая дисциплина, другая дистанция. Ну, что мы на самом деле увидели. Я никак не упрекаю никаких Вагабов, он отличный боец, он чемпион в своей организации, у него хорошие данные, ну, просто мы видим, что ММА и бокс это немножко разные вещи. Насколько я понимаю, вы резко против поп ММА, фрик-боев и все. Ну, я не против, знаете, сказать, что конкретно я против, нет, мне как бы неинтересно, на то, что я на них не смотрю, если честно, они мне неинтересны. Просто, ну, там, они не спортсмены многие выступают, понимаете, вот за что обидно, что люди смотрят на не спортсменов, а спортсменов они не смотрят. У нас очень много хороших ребят, которые по боксу и по кикбоксингу, и там, и Алексей Панин, который проводит отличные бои, и, ну, а их меньше они известны, чем, да, понятно дело, здесь каждая, ну, вина, наверное, пиарча или еще, но и людям это не становится меньше интересным, чем всякие вот эти люди, которые выходят там, грязи поливают друг другу, китаются драться, то есть, такая всякая грязь, мне это не приветствуется. Ну, сейчас летом, скорее всего, пройдет поединок Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко, это же будет интересно, как вы считаете? Да, ну, нет, это громкий бой, конечно, это громкий бой, который будет интересно, во-первых, и Александр Шлеменко, очень эпатажный персонаж в России, и Магомед Исмаилов, они, у них огромное количество поклонников, и за ними стоят, ну, большие толпы, это, конечно, это громкий бой, так же, как и когда Минеев вообще дрался с Магомедом, то есть, это громкие именно бои по ММА, и это очень здорово, это довольно, ну, круто, зрелище, это будет интересно. Раз уж вспомнили, не могу не спросить ваш прогноз на бой Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко, или хотя бы за кого будете болеть? Я буду болеть за красивый бой, но я считаю, что все-таки Магомед, ну, проборит. Вот как было с Александром Емельяненко, вот будет примерно то же самое, будет переводить и лежать, контролировать, то есть, бой будет такой проходить, я думаю. То есть, Магомед не рискнет все-таки, он понимает сильную сторону Александра и не будет кидаться, боксировать, им обходить, потому что Александр очень хорош в стойке, и у него бывают непредсказуемые удары и его бэкфисты и созворот ноги, которые ты не ожидаешь. Я думаю, Магомед это прекрасно понимает. Я думаю, что Магомед все-таки, это громкий бой, это большие, наверное, деньги у них, и он все-таки хочет забрать, ну, как и с Александром, что произошло, Емельяненко, когда они боксировали, дрались, то есть, он будет переводить и стараться залеживать. Александр Емельяненко, Вячеслав Дацек, это фрикбой? Я не хочу об этом комментировать, честно.